Сейчас мы научимся создавать радары для своих карт в Counter-Strike Global Offensive. Поехали! Шаг 1. Подготовка карты. Если вы автор карты и имеете доступ к ее исходнику, то настоятельно рекомендуем следующее. Поставьте на карту всего одну точку спауна и поверните ее на 90 градусов. Это упростит процесс сформирования миникарты. И в большинстве случаев не потребуется поворачивать изображение радара в графическом редакторе. Шаг 2. Делаем скриншот. Я не буду вас мучить перечислением всех необходимых консольных команд. В описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш конфиг для снятия миникарт. Скачав его и положив в папку KFG, запустите игру. Прежде чем мы начнем, убедительная просьба сохранить все свои бинды отдельным файлом. Иначе после использования нашего конфига вам придется сбрасывать настройки. Мое дело предупредить, потом не ругайтесь. Зайдите в видеонастройки игры и выберите разрешение экрана 1280 на 1024. Откройте консоль и пропишите название своей карты. Далее зайдите за любую из команд и вышвырните ботов, если они там есть. Снова консоль. Пишем экзек и название нашего конфига. Custom Radar. Готово. Мы только что забиндели нужные нам клавиши. Нажмите на кнопку U. Теперь мы смотрим на карту сверху вниз. А еще на экране появилась красная линия. Наша цель в том, чтобы уместить карту в левой части экрана, не затрагивая ее. Масштаб не самый лучший, верно? Чтобы изменить размер изображения, воспользуйтесь цифрами на вашей клавиатуре от 1 до 9. Чаще всего этого будет достаточно, но если вдруг у вас огромная карта, то подобрать масштаб можно через команду CL Level Overview. Помимо масштабирования, вам также доступно две дополнительных опции. Клавиша B отключает освещение на карте. Клавиша M убирает рендер 3D моделей. Выбирайте сами, что вам больше нравится. Когда вы настроили положение и масштаб, осталось сделать скриншот. Нажмите на клавишу P. Привычная F5 делает скриншоты в JPEG формате среднего качества. Наш же метод сохранит скриншот TGA без потерь. Будущая миникарта готова. Откройте консоль и скопируйте эти данные. Не потеряйте их, иначе будете все делать заново. Шаг 3. Редактирование изображения из скрипта. Скачайте программу Paint.net. Далее стоит изменить масштаб полотна изображения Ctrl Shift R. Делаем картинку квадратной. При желании можно удалить фон и заменить на свой, используя слои. А после сохраним изображение под именем названия вашей карты нижнее подчеркивание радар. В формате DDS. Не закрываем пока что программу. Переместим новый файл в папку Resource Overviews. Теперь создаем текстовый документ с именем вашей карты. В описании к ролику мы приложим ссылку на шаблон такого файла, чтобы не заставлять вас писать все с нуля. Откроем шаблон и правим под себя. В принципе, здесь все понятно, кроме этих загадочных цифр. Помните, мы ранее копировали текст из консоли игры? Теперь вставляем его сюда и правим где нужно. POS X, POS Y, Scale. В принципе, для простейшего радара этого будет достаточно. Но нет, я хочу вас научить еще кое-чему. Правильной разметки на радаре. Вот здесь помечаются координаты баз спецназа и террористов. Откуда их брать? На самом деле все проще, чем привыкли усложнять другие ютуберы. Вернитесь к Paint.net. Ctrl-R изменит размер изображения. Нам необходимо сделать его 100 на 100 пикселей. А еще выровняйте разрешение до сотни. Выберите здесь дюймы и теперь, наводя на изображение, вы сможете увидеть нужные нам координаты. Запоминаем их и вписываем в текстовик. Для уверенности вписывайте на одно значение выше увиденного в Paint.net. Вот и все. То же самое с помплейсами или заложниками. Мини-карта радар. Часть вторая. Бывает так, что на вашей карте есть подземные ходы или, быть может, крыши и помещения внутри. Чтобы все выглядело красиво, придется отрисовывать для радара каждый ярус АК-этаж карты. Как это сделать? Для начала стоит прописать консольную команду Client ShowPos1. Данная переменная отображает координаты игрока в реальном времени. Нас интересует последнее из трех значений. Проекция Z, отвечающая за высоту. Зафиксируем данные на каждом из этажей. Теперь начнем процедуру создания скриншотов мини-карты. Все как в прошлой части урока по радарам. Сейчас мы изучим новую переменную, а точнее две. GetPos отображает фиксированные данные о положении камеры игрока относительно мира. А вот команда SetPos переносит нас в назначенные координаты. Например, 0,0,0 перенесет нас в нулевые координаты карты. Теперь нужно следующее. Укажите SetPos, где последняя цифра будет из данных, которые мы запоминали выше, когда ходили по этажам. Хлоп, и карта уже не рендерит второй этаж. Хлоп, и мы видим уже текстуры другого. Наша с вами цель сделать скриншот каждого этажа отдельно. А данные по высоте еще пригодятся дальше. Создайте три DDS изображения с такими именами. На каждый этаж свое название. Теперь нам необходимо открыть скрипт радара и выставить вот такой шаблон, который сейчас же и придется править под наши высоты. Для каждого из этажей нужно указать свою минимальную и максимальную высоту, на которой будет отображаться скриншот в окошке радара. Здесь стоит попрактиковаться с цифрами, не всегда это получается с первого раза. Не переживайте. Спустя какое-то время все получится, и картина будет примерно следующей. Очень советуем обработать скриншоты таким образом, чтобы отдельные ее участки не выделялись визуально на фоне всей схемы. Важнее всего сохранить контуры карты. Для удобства можно разметить прямо на скриншоте все активные зоны. А уже более детализированную версию миникарты можно использовать для миникарты зрителей. Ее создают в той же папке с названием вашей карты Radar Spectrate. Как-то вот так! А теперь о навигации. Мини-карта Radar, часть третья. Представим себе, что мы только что создали карту и еще не имеем навфайла для навигации ботов. Да, мы можем поставить бота, и игра сама проделает всю работу. Но результат не всегда радует глаз. Боты могут стоять на месте, прыгать никуда и толкаться. Тогда стоит удалить навфайл из папки Maps и попробовать создать сеть вручную. Загрузите карту без ботов. Прежде чем начать, предупредим, сейчас будет произведен bind кнопок. Чтобы вернуть все в исходное положение, вам потом придется выполнить команду unbind all и сбросить настройки управления через опции игры. Теперь пропишите в консоль exec navdit. После этого нам доступно редактирование навсетки. Левый клик мыши создает новую зону, правый клик мыши сохраняет ее. Кнопка Q выделяет зону, на которую направлен курсор. Колесико мыши удаляет выделенную зону. Все достаточно просто. Чтобы боты могли передвигаться из одной локации в другую, зоны нужно объединить. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ. Выделите первую зону, наведитесь на вторую и нажмите клавишу Z. Появится синяя линия. Это значит, что движение ботов будет односторонним. Чтобы боты могли ходить туда и обратно, проделайте то же самое, но выделив сначала зону номер 2. Теперь линия голубая, ходить можно в обе стороны. Чтобы разъединить обе зоны, нажмите клавишу X. На больших картах это бы заняло много времени, поэтому для них подойдет второй способ. Представим, что одна зона от другой находится на достаточном расстоянии. Выделяем первую зону, смотрим на вторую и нажимаем клавишу N. Между ними появилась связующая зона, которая работает в обе стороны. Быстро и эффективно, но не всегда. Порой автоматизация может быть кривой и придется все делать первым способом. Что мы можем сделать с уже готовой зоной? Клавиша V разрезает зону на две связанных друг с другом. Клавиша B обращает их снова в одну целую зону. Если есть необходимость, зону можно пометить специальным маркером. Клавиша 1. Боты будут избегать ходить по этому пути. Клавиша 2. Боты будут приседать к данной зоне. Полезны для вентиляции. 3. Не будут прятаться в этой зоне. 4. Смогут прыгать, сбираться на ящики. 5. Не смогут прыгать в такой зоне. 6. Не уверены, но кажется в такой зоне бот будет максимально осторожен. 7. В такой зоне бот будет прыгать. 8. Здесь стоять. 9. Никогда не будет задерживаться в этой зоне. В ней бот всегда ходит пешком. Ну как-то так. Пожалуй, еще стоит рассказать о том, как поднимать нужные углы зоны. Выделяем зону, клавиша И, переходим из угла в угол. Когда нужный выбран, жмем R, чтобы поднять, и F, чтобы опустить. Все. Азы вы познали. Чтобы сохранить свою навсеть, нажмите F6, а затем F7. Теперь то, ради чего многие из вас решили глянуть этот ролик. Как помечать зоны так, чтобы на карте и в чате было написано, где вы находитесь. Напишите nav.use.place и увидите список имен. Когда выбрали подходящий, еще раз пишите nav.use.place плюс выбранное имя. Теперь перейдем в режим пометки зон. Пишем nav.toggle.place.mod. А дальше жмем G, и все зоны, на которые мы будем смотреть, будут помечаться выбранным нами тегом. Чтобы прекратить выделение зон, еще раз жмите G. Затем выбираем новое имя, nav.use.place.ct.spawn. И снова жмем G, выделяя нужные области. И все готово, уже можно заметить, что все работает, если взглянуть в левый верхний угол экрана. Не забываем сохранить nav.f6.f7. Надеемся, наше видео вас чему-нибудь донаучило. Удачи, тамодачи, и с Новым Годом! Субтитры сделал DimaTorzok